МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа о главном. С вами я, Елена Астрахович. Сегодня в нашей программе вы увидите... Чем заплатят граждане Украины за очередной транш МВФ? Украина получила безвиз. Очереди за паспортами выстрелись уже сегодня. Как получить биометрический паспорт без особых хлопот? И какие еще документы нужны будут при пересечении границы с ЕС? Как нардеп-миллионер Чикита дурит головы одесским школьникам? И за чей счет он живет в столице? Верховная Рада приняла закон о приватизации комнат в общежитиях. На каких условиях это могут сделать жильцы? И что делать, если балансодержатель отказывает им в праве на приватизацию? Каким категориям граждан правительство повысило суммы разовых выплат ко Дню Победы? Почему не хотят объединяться громады в Одесской области? И чем может обернуться для Одессы закон о городских агломерациях, принятый, но тщательно скрываемый в стенах Верховной Рады? Однако не скучно выдалась прошедшая неделя. Все, о чем так долго говорили большевики, то есть, пардон, БППшники, свершилось. МВФ выделил Украине очередной транш в миллиард долларов, Европарламент проголосовал за безвиз для Украины. Ну, а у Гройсмана появился шанс остаться премьером, хотя и не бесспорный. В общем, президент Порошенко и компания могут быть довольны. А вот нам что со всего этого? Попробуем разобраться. Итак, начнем с транша МВФ. По словам президента, это признание Европой украинских реформ. Ну, насчет реформ я бы сильно поспорила с президентом, потому как ни одна из тех, что были якобы рекомендованы МВФ, не сделала жизнь украинских граждан лучше, скорее даже наоборот. Хотели усилить гривну, обесценили ее в три раза. Хотели укрепить банковскую систему, она фактически развалилась. Ну, про реформу ЖКХ и энергетического комплекса говорить даже не буду. Платежки с такими цифрами несколько лет назад мы себе даже представить не могли. Теперь же в уплату нового транша нас ждут новые реформы. Первая – пенсионная. МВФ требует поднять возраст до эффективного. Что это значит, пока не знает никто. Вторая – реформа борьба с коррупцией. Ну, это даже не смешно. Третья – земельная реформа и снятие моратория на продажу сельхозземель. И четвертая – реформа госфинансов. Долгов у государства должно стать меньше. Ну, а у нас, судя по всему, побольше. Но и это не все. В меморандуме, подписанном между Украиной и МВФ, говорится, что возможность для украинцев платить за услуги ЖКХ в рассрочку, введенная всего-то несколько месяцев назад, будет аннулирована. Украина также взяла на себя обязательство с 1 августа выделить из общей цены природного газа для населения плату за его доставку. Ну, то есть вернуть ту самую абонплату за газ, введение которой НКРЕКУ на этой неделе вроде бы приостановил. Вот что говорится в меморандуме, обнародованном на сайте Министерства финансов. До конца июля мы пересмотрим параметры системы коммунальных субсидий домохозяйством для улучшения адресности. Введем корректировки социальных норм в непиковые месяцы в течение отопительного сезона. Применим тариф на распределение газа и отопление на основе мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы. Все изменения вступят в силу с 1 мая. Ну, а теперь, что касается другой топ-новости недели, безвизового режима для Украины. Здесь все выглядит более радужно. Правда, послы стран Евросоюза еще должны утвердить решение Европарламента на заседании 26 апреля. А путешествовать без виз украинцы, возможно, начнут с 11-12 июня этого года. Тут, пожалуй, как раз тут редкий случай, когда президент сказал, президент сделал. Хотя, пока велись переговоры, а велись они с 2008 года, это те, кого волновал вопрос без виза, ну, или уже уехали, или обнищали настолько, что о никаких поездках не помышляют. Но для тех, кто еще остался, мы решили выяснить подробнее, как именно мы будем ездить за границу при новых безвизовых условиях. Для разъяснения мы пригласили в нашу студию начальника Главного управления миграционной службы в Одесской области Алену Погребняк. Ну, и так, Ален, я могу нас всех поздравить. Я понимаю, Украина получила долгожданный безвиз. Ну, у вас наверняка работы теперь прибавятся. Судя по очередям, миграционной службы уже прибавилось. Но давайте все-таки сначала определимся, в какие страны и на каких условиях мы теперь сможем ездить. Я понимаю, что не с завтрашнего дня, но, вот, говорят, где-то к июне, да? Ориентировочно с середины июня. Мы ориентируемся на 11 июня. Страны – это страны Европы, за исключением двух стран. Ирландия, Великобритания. То есть, там порядок оформления будет еще отдельно определяться. В страны Европы граждане уже не должны будут подавать документы в посольство консульства, приезжать на собеседование. Определенные трудности были со странами, которые консульства не имеют в Одессе, а только в Киеве. То есть, необходимо было приехать на подачу документов, потом на собеседование, потом на получение. В общем, дорого все выходило. Минимально две поездки было, причем поехать необходимо было всей семье. То есть, ехали с детками, если это путешествие. На сегодняшний день, да, безусловно, не просто с одним паспортом можно будет приехать после 11 июня на границу. Каким паспортом? Паспорт должен быть исключительно биометрический. Загран-паспорт, не гражданский, биометрический. И особо хочу обратить внимание, у ребенка должен быть паспорт отдельный. То есть, биометрический паспорт у ребенка, если ребенок путешествует с вами. То есть, с паспортом старого образца путешествовать уже не получится? С паспортом старого образца, в котором стоит шенген, виза еще действующая, можно будет. Ее никто не отменяет, она действующая. Но в биометрические паспорта детки уже не вклеивались. Это практика определенная есть. И на ребенка должен быть отдельный биометрический паспорт, чтобы он попал под вот эту программу, скажем так, для украинцев, которая будет открыта без визового путешествия в Европу. Алена, что еще, кроме биометрического паспорта, нужно иметь с собой на границе? В обязательном порядке. У вас должны быть билеты туда-обратно. Если вы путешествуете на машине, соответственно, этот вопрос не распространяется. Но у вас должны быть с собой либо бронирование гостиницы, куда вы едете, подтверждение по маршруту. Либо у вас должно быть, если вы едете к родственникам, приглашение этих родственников к вам. То есть, чтобы подтвердить, что у вас будет возможность где-то ночевать, что вы не едете в Европу. Бомжевать. Да, будем так говорить. Либо, если это цель лечения, то это медицинский полис. Клиника, с которой у вас есть договор, вам пересылает, как приглашение, по сути, полис на то, что будет проходить там лечение или обследование. То есть, обосновать причину поездки за границу, получается. Да, и место, куда вы едете. Что вы едете туда не на ПМЖ, скажем так, и плодить количество нелегалов, а вы едете туда именно с целью путешествия, лечения. Но вы имеете цель возвращаться. И, соответственно, подтверждение платежеспособности. То есть, справка о доходах остается? Справка о доходах не нужна. Нужны подтверждения о том, что у вас с собой есть деньги. Вы можете показать наличку. А сколько? Вот по поводу стоимости. Сто долларов или тысячу сколько? По поводу стоимости, количество, это еще будет отдельно определяться. Для нас, когда будут подписываться уже окончательные документы. Ну вот сейчас какие правила действуют? Либо дорожные. По 30 евро, по-моему, в сутки, да? Дело в том, что на сегодняшний день посольство стран ставит свои требования. И на сегодняшний день справка о доходах, либо справка о нахождении денег на карточке нужна. И каждое посольство консульства страны, куда открывалась шенгенская виза, они делали свои расчеты. То есть, Греция, например, вообще минимизировала требования. Максимальные требования были, например, в таких странах, как Чехия, Франция. То есть, стоимость суммы была больше Австрии, там, где выше уровень дохода. Но будет определяться то, что человек едет с карточкой банковской, например, и берет с собой выписку о том, что на этой карточке деньги есть. То есть, грубо говоря, выписка с банкомата о том, что о состоянии счета будет вполне достаточно. Кто эти все справки будет проверять? Миграционная служба, пограничники? Нет, пограничники. Миграционная служба устранена от этих функций. Тем более, в Украине она вообще к этому отношения, по сути, не имеет. А в Европе функции миграционной службы лежат на пограничной службе, так сказать. То есть, у них они более расширены, и их служба пограничников, она еще выполняет некоторые функции миграционной службы. То есть, непосредственно пограничник, который пускает вас в Евросоюз, и будет проверять эти документы. Все говорят о субъективности момента в данной ситуации. Да, безусловно, он есть. Безусловно, в данной ситуации человек, который ехал с шентгенской визой, уже был более гарантирован. Но, с другой стороны, это все будет отработано. Я думаю, что, когда Украина себя покажет, что наши граждане путешествия в Европу там не остаются, работают нелегалами, чего больше всего боится Европа. Именно акцентируют на том, что виза это не туристическая. Она не дает права на трудоустройство и на учебу. По трудоустройству и учебе это отдельные визы, которые все равно будут получаться. Это будет через посольство консульства, виза по трудоустройству. Они остаются. Понятно, что многие наши граждане все-таки работали и будут работать в Европе. Это естественный процесс для соседних стран. Но этот порядок остается. Человек, который прибыл туда по туристической визе и трудоустроился, будет пойман рано или поздно и будет депортирован. Причем попадать будет в так называемый черный список. То есть больше его туда какой-то период времени достаточно длительный пускать не будут. Алена, вот по какой причине могут не пустить на границы человек, у которого есть на руках все те документы, о которых вы говорили? Уже в случае именно безвизового режима. Первое. Есть черные списки, которые остались до сих пор. Наши граждан Украины, которые были депортированы со стран Европейского Союза. Которые там находились в какой-то период законно, потом оставались нелегалами и потом оттуда возвращались. При пересечении границы, соответственно, пограничниками ставились отметки о депортации в связи с нарушением сроков пребывания. Это те граждане, для которых ничего не меняется. То есть если вы нарушили в прежние годы сроки пребывания в Евросоюзе, то сейчас даже при наличии биометрического паспорта вас могут туда не пустить? Если еще не стекли сроки, на которые вам ставили запрет на въезд. Так. Это, безусловно, эти категории. Те категории граждан, которые при пересечении границы, при собеседовании, сказали, что да, действительно имею намерение там остаться, буду трудоустраиваться, работать. Есть и такие? Вы знаете, у нас простота хуже воровства. Я думаю, что пограничник, проводя собеседование, и видя, что человек едет в одну сторону, не купив обратный билет, и откровенно говорит, что постарается там остаться, то тоже понятно, что не пустят. То есть даже если вы собираетесь это делать, научитесь врать. Научитесь врать. Вот. И, соответственно, если при пересечении границы, при собеседовании, выясняется, что намерение у вас нетуристическое, вы четко не можете сказать, в какую страну вы едете, что вы там хотите посмотреть, и, соответственно... То есть не знаете, что вы там собираетесь делать, и как долго вы там намерены оставаться. То есть в какой город вы определенно едете. То есть тоже могут быть проблемы. Да, безусловно. Но, Алена, теперь давайте обратимся к вопросу получения биометрических паспортов. Сегодня выстроились огромные очереди. Такое впечатление, что уже прямо завтра люди собираются ехать в Европу без виз, хотя еще и спереди, по-моему, почти три месяца. Каким образом можно получить сегодня биометрический паспорт? Мы с вами в прошлый раз в нашей студии анонсировали наличие электронной очереди. Вот расскажите. Она работает, работает благополучно. И хочу поделиться секретом. То есть жалуются о том, что заняты все время, заходя на сайт dms.gov.ua, заняты все окошки, когда можно записаться. Окошки нового дня открываются в 12 часов ночи. То есть эту хитрость уже некоторые граждане Одессы знают. То есть записаться на сайте реально во время, по сути, с 12 ночи до 8 утра. То есть ночью еще можно. То есть в ночное время, когда открылись новые окошки, открываются они во всех районах города, в том числе и для главного управления. И, соответственно, можно еще выбрать время записаться на удобное вам. Как правило, я сама экспериментировала уже к 8 утра. К 9 так точно расписано абсолютно все время. Соответственно, это 12 ночи следующего дня надо ждать открытия. Получая талончик, вы гарантированно проходите именно в это время. То есть мы сейчас говорим не о записи на следующий день. То есть если вы в 12 ночи или в 12, там, 0-0-0, одну открыли. То есть вы записываетесь не на этот день, а на... Не на этот день, а на день через две недели. Ага, через две недели. Алена, скажите, где удобнее, скажем так, где меньше очередей? В районных отделениях, у вас в отделениях, в центре админуслуг? Вот где удобно? В районах меньше и также можно подать еще в центрах админуслуг, которые нов открылись, вот благодаря нашему мэру. Это Киевские и Малиновские администрации. В них также находятся рабочие станции, три в каждой, которые принимают документы как на ИДИ, так и на загранпаспорта. Обрабатываем точно так же мы эти анкеты. То есть это такой же порядок. То есть открыты дополнительно, по сути, 6 точек приема документов. То есть можно подать не только в подразделениях миграционной службы, независимо от территориальных, где вы зарегистрированы, но также вот в двух ЦНАПах. Ну, теперь осталось определить, цена вопроса, сколько сейчас стоит? 536 гривен стоит биометрический паспорт, несрочный. Причем, к сожалению, для деток теперь и взрослых эта цена стала общая. Всегда исторически была для деток меньшая цена. И 810 гривен стоит биометрический паспорт в срочном порядке изготовления за 10 дней, будем так говорить. Работает параллельно также с нами еще государственное предприятие «Документ», где установлена стоимость большая. То есть стоимость больше, там достаточно существенно, до 500 гривен, в связи с тем, что это государственное предприятие, которое оказывает услуги повышенного сервиса. Там действительно гораздо меньше очереди. Я действительно от людей слышу, что они довольны. Те, кто финансово могут себе позволить заплатить за паспорт сумму большую, остаются довольны. Скажите, пожалуйста, ну вот мы сейчас говорим о паспортах, несколько недель в парламенте обсуждается закон о запрете двойного гражданства. Вот для меня не очень понятно, что оно сейчас разрешено. На Украине на сегодняшний день двойное гражданство запрещено. Но есть случаи, в которых это абсолютно законно. Мы делим две категории граждан, чтобы было понятно телезрителям. Первая категория – это люди, которые уже являются гражданами Украины по рождению, по нахождению регистрации в 1991 году в Украине. То есть человек имеет паспорт гражданина Украины. При этом он выезжает за рубеж. Он выезжает в Соединенные Штаты, в Германию, в Израиль, независимо. И по их законодательству получает там гражданство. По этническому признаку, по гринкарте, то есть в любом порядке, который Украину, по сути, в этой ситуации не интересует. Гражданином Украины он быть не перестает. И этот паспорт, который он получил, он тоже у него законен. То есть нет требований выйти из гражданства Украины. То есть это не уголовно наказуемое действие наличие двух паспортов. Это не уголовно наказуемое действие. В каком порядке запрещено двойное гражданство в Украине? Вот в данной ситуации другие страны не требуют, вот как пример Израиль не требует, чтобы человек вышел с гражданства Украины, чтобы получить гражданство Израиля. А Украина требует, если человек не был гражданином Украины, получает гражданство Украины в течение двух лет, он обязан выйти с гражданства другой страны, в которой он был на момент получения гражданства Украины. Это и есть запрет двойного гражданства. То есть только при получении гражданства Украины. Да, только при получении гражданства человек ставится перед выбором. Если же он изначально гражданин Украины, он абсолютно спокойно может приобрести и второе, и третье гражданство. Все зависит уже от правил той страны, гражданства, которое он получает. То есть если я купила дом в Англии и в Израиле, я могу, в принципе, оказаться владелицей трех паспортов. Да, это будет абсолютно законно. И израильского, и американского, и английского. И это будет абсолютно законно, причем, я вам скажу, это очень распространенная вещь. Многие наши соотечественники, выезжая в начале 90-х годов, они остались гражданами Украины. Они здесь были, проживали, были зарегистрированы на 91-й год. При этом они получили гражданские паспорта Германии, Соединенных Штатов, Израиля, Новой Зеландии, неважно. Но при этом, приезжая в Украину, они абсолютно спокойно здесь пользуются гражданским паспортом Украины. И пользуются всеми правами гражданина. И могут спокойно показывать, что да, действительно, у них этот паспорт есть, их никто за это не будет задерживать и наказывать. По данным Госстата, цены на продукты питания за первый квартал этого года выросли в среднем на 5-10%. Больше всего подорожали творог, говядина, сметана, сахар, молоко и мука. Растущие цены все больше вынуждают украинцев экономить на этой статье расходов. Сумма, которая ежедневно тратится на продукты, не изменилась. А вот количество товаров и ассортимент сократились примерно на треть. Эксперты Ассоциации поставщиков торговых сетей проанализировали, как изменились цены на продукты в прошлом месяце. Восемь позиций из так называемого социального списка продуктов питания поднялись в цене более чем на 1%. Выросли цены на сыр, сметану, мясо. На 20 копеек дороже стал хлеб. Цены на муку и рис также увеличились примерно на 2%. Килограмм муки сегодня стоит 9,50, а рис – более 17 гривен. Дороже стал сахар – порядка 17 гривен за килограмм. Шесть позиций из этого списка немного упали в цене. Заметно подешевели яйца. Цена упала с 23 гривен за десяток до 17,18. Незначительно подешевели овощи – лук, капуста, морковь и свекла. Стоимость так называемого борщевого набора снизилась почти на 10%. Среди причин роста цен на продукты традиционно называют инфляцию, подорожание энергоносителей, сезонные колебания, увеличение размера минимальной заработной платы. Сейчас у среднестатистической семьи на продукты уходит около 40-45% доходов, а вот у европейской – не более 20%. Но это не значит, что европейцы едят меньше украинцев. Дело в мизерных доходах наших соотечественников делают вывод аналитики. Какие продукты составляет рацион горожан и на чем порой приходится экономить, наши корреспонденты узнавали у одесских хозяек. Стараемся зеленые покупать свежие весной овощи, фрукты, зелень. Хотя, с другой стороны, меньше стали употреблять мясо, наверное, да. На это можно сказать экономим. Но мы не свинину не покупаем, говядину столько, вот курица и овощи, фрукты. Конечно, сейчас все экономим, как мы можем. Овощи, рыбу вот и меньше покупаем, потому что рыба. Все любят рыбу, рыба дорогая сейчас. В основном куры идут. Здесь ростом цен экономить приходится, но у меня еще и сын студент, поэтому тоже приходится экономить. Безусловно. Допустим, рыба, сыр – это довольно-таки дорогие продукты. Стало жить сложнее. Для сбалансированного рациона, полезного здоровью, только на еду у семьи должно уходить от 3 до 10 тысяч гривен, рассуждают одесситы. Но это в идеале. Ну, смотря сколько человек в семье, если, допустим, на одного человека, для того, чтобы хватало полноценно тех всех витаминов, которые нужны человеку, ну, хотя бы, наверное, тысячи три в месяц. Это только так, на питание. То есть, чтобы это было все – и фрукты, и овощи, и мясо, и морепродукты. Ну, не меньше, я думаю. Наверное, 5 тысяч гривен хотя бы. Судя по нашим ценам сейчас, я думаю, не меньше. Это самое минимальное. Ну, на продукты в месяц, ну, тысячи четыре точно. По словам одесситов, изощряться, чтобы полезно и вкусно накормить семью, становится все сложнее. Питание – самое незаметное, незаменимое и самая большая статья расходов. Но умещать ее в один бюджет с растущими коммунальными платежами, признаются одесситы, становится с каждым днем все нереальней. Ну, а пока простые граждане рассчитывают, на чем можно еще сэкономить, те, кто при власти, озабочены совсем другими проблемами. Вот уже вторую неделю продолжается настоящий водовиль с украинским е-декларированием доходов. Она должна была закончиться еще 1 апреля. Но из-за неисправности сайта срок подачи декларации для депутатов и чиновников был продлен. Всего 24 депутата Одесского горсовета из 64 успели подать электронные декларации до 1 апреля. Об этом свидетельствуют данные нацагентства по предотвращению коррупции. Больше всего е-декларации поданы депутатами от фракции «Доверяй делам» – 12 из 27. На втором месте – «Самопомощь» – 2 из 5. И третье место разделили фракции «Оппозиционный блок» и «Украинская морская партия» Сергея Кивалова – по 33% каждой. Меньше всего таких депутатов оказалось во фракции «БПП «Солидарность»» – 3 из 12. Городской голова Геннадий Труханов и все его заместители подали Е-декларации вовремя – до 1 апреля. В прошлом 2016 году, благодаря введению электронной системы Е-декларирования, мы впервые узнали о доходах наших правителей всю или почти всю правду. Поначалу, понятно, был шок, но он быстро прошел. Тем более, что никакого разбирательства природы, миллиардных состояний чиновников и депутатов, а также судей и прокуроров так и не последовало. Поэтому в нынешнем году информация о том, что биткоины главы Одесского облсовета Анатолия Урбанского подорожали почти в три раза и теперь стоят 111 миллионов, никого особенно не удивила. Впрочем, в Украине мало кто разбирается в криптовалюте и биткоинах. Большинство тех, кто пока еще при власти, приверженцы все-таки традиционных ценностей. Ценности, причем в прямом значении этого слова. Вот нардеп от Малиновского района Геннадий Чикита сохранил верность долларам и евро. Их у нардепа, если верить его декларации, более полумиллиона хранится в банках и около двух с половиной миллионов наличными под матрасом. Существенно, богатство Геннадия Чикиты с декабря со времени подачи предыдущей декларации не увеличилось, но и не уменьшилось, что для нас важнее. Потому что, исходя из декларации, сохранению состояния Чикиты способствовали все мы. Это мы оплатили ему проезд и компенсировали жилье – 366 тысяч гривен. Такую сумму из бюджета Геннадий Чикита получил в качестве компенсации за транспорт и жилье. А миллионы евро и долларов у него как были, так и остались. Это не считая недвижимости, акций различных предприятий и раритетных автомобилей. Недвижимости в том числе и записанной на маму. Это еще одна традиция тех, кто пока еще у власти богатые и даже сверхбогатые тещи, детья, дяди, тети или вот как в случае с Геннадией Чикитой – мамы. На ней зарегистрировано недвижимости только более десятка объектов. С этих щедрот Геннадий Леонидович решил отстегнуть немного и своим избирателям. Не так давно, пишут журналисты 048, Геннадий Чикита устроил детям праздник. Казалось бы, дело хорошее, песни, танцы, конкурсы, но не обошлось без странного пиара. Аниматоры раздавали детям мягкие бумажные линейки. Неудобно, но что с того. Перевернув линейку, становится ясно, что Геннадий Чикита хотел, чтобы дети всегда помнили, кто их благодетель. Поэтому оставил свой портрет на задней стороне линейки. А у меня в руках уже другая линейка, тоже бумажная и тоже сделанная под девизом Чикиты. Тут, правда, портрета нет, тут жираф. Но воображение и на этом подарке нардепа из бумаги есть где разгуляться. Знаете ли вы, что вопрошает господин Чикита, ну или кто там у него составлял текст на линейке, что Октябрьская революция празднуется в ноябре. Вот интересно, зачем было голосовать за декоммунизацию, чтобы почивать детей такой вот информацией. Особенно депутату от БПП. Но читаем дальше. Название Канарских островов происходит от Тюлени. Как, вы не знаете, что такое Тюлени? Я тоже. Но дальше идет разъяснение. Латинское название островов означает остров Тюлени. Я не поленилась, полезла в словари и Википедию. Все они утверждают, что Канарские острова получили свое название от собак, которые водились на острове, хотя, возможно, и от морских львов, которых тоже именовали морскими собаками. Но вот Тюлени, а тем более Тюлени, ученые на Канарах не обнаружили. Так что, дорогие родители, будьте аккуратны с такими вот подарками депутата Чикиты. Вдруг ваши дети отнесутся всерьез к тому, что на них написано и процитируют это в школе. Кстати, о школе. Одесса в очередной раз стала площадкой для внедрения инноваций. Всего год назад в городе презентовали первый электронный учебник для семиклассников, а уже сегодня интерактивных обучающих программ несколько десятков по разным предметам. Пилотный проект отныне охватил все дисциплины, преподаваемые в седьмых классах, и нацелился на другие возрастные группы. Как продвигается этот процесс, педагоги, родители, ученики и представители городской власти обсудили в ходе круглого стола, который прошел на этой неделе на базе школы номер 117. Работа по внедрению электронных учебников в Одессе проводится в рамках реализации программы поддержки инвестиционной деятельности. На данный момент в рамках пилотного проекта к электронным учебникам по всем дисциплинам получили доступ ученики седьмых классов. Всего школьникам доступны 42 учебника. Первый у нас учебник был «Одесса – мой город родной». Мы его рассказывали о нем, встречались во второй гимназии. И тогда мы решили развивать это направление, чтобы дети получили возможность, кто может сегодня, кто хочет, получили возможность обучаться в электронной версии учебника. Инновация не вызвала отторжения ни у детей, ни у педагогов, ни у родителей. Но вопросы, все же возникающие то там, то здесь, собрали заинтересованные стороны на обсуждение за круглым столом. Полного отрицания нет ни у кого. Но есть люди, которые волнуются о зрении ребенка, который будет проводить время с электронными носителями, сидеть за экраном, мониторами. Это и осанка и так далее, и так далее. Вот такие нюансы. Услышать все нюансы и попытаться минимизировать какие-то последствия. Электронный учебник дает возможность быстро и точно находить нужную информацию. Интерактивная система самопроверки позволяет ученику в удобной форме оценить уровень своих знаний. Кроме того, при необходимости обновить учебник можно за несколько минут. Также система предполагает наличие родительского контроля. Система позволяет максимально упростить процесс работы с учебными материалами, благодаря тому, что она одинаково хорошо работает онлайн, оффлайн, без подключения интернета. Можно использовать практически любое устройство, от смартфона до ноутбука и планшета. То есть вы можете начать работу на ноутбуке, продолжить ее на планшете, а закончить на смартфоне. Успели оценить все преимущества электронного учебника воспитанники и преподаватели 117-й школы. Мне очень понравились электронные учебники, это достаточно удобно, у меня всегда есть доступ к ним. Там все качественно, картинки яркие, текст четкий, можно копировать, можно ставить закладки. То есть мне очень понравилось и желаю дальнейшего продвижения этому проекту. Когда мы начинали работать, у нас было очень много претензий к создателям сайта. Но за последний месяц большинство этих претензий исправлено, введено много нового. Но, как вы понимаете, учителям-предметникам никогда не бывает хватит. Мы придумали, что бы мы еще хотели, о чем мы сегодня создателям сайта сказали. В ближайшее время в городе планируется перевести в электронный формат учебные пособия для школьников других возрастных групп. В среду Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий с учетом предложений президента Петра Порошенко. Год назад президент витировал этот закон и вернул его на повторное рассмотрение. На этой неделе документ, которого ждали миллионы жителей общежитий по всей стране, был принят. Как и кто из жителей одесских общак сегодня сможет им воспользоваться, мы попросили разъяснить директора Южной правовой компании Наталью Ватренко. Итак, Наталья, закон принят, этот закон ждали достаточно долго многие жители общежитий. Я так понимаю, что некоторые из них там по 20-30 лет проживают в ведомственных общежитиях и не могут приватизировать жилье. Но, насколько я знаю, закон предусматривает целый ряд условий, на которых это жилье может быть приватизировано. Вот давайте по этим условиям как раз и пробежимся. Итак, первое условие, при котором можно производить приватизацию. Ну, первое, что я хочу сказать, что он еще должен быть подписан президентом. Тогда уже можно будет реализовывать данный закон в действиях. Но основным условием является, что данные общежития должны быть в коммунальной собственности. Переданы из ведомственной в коммунальную собственность. Да, конечно. То есть, чтобы данные объекты недвижимости подпадали под закон о приватизации. Потому что у нас приватизировать можно либо державную, либо коммунальную властность. Так же, как мы приватизировали квартиры, то есть аналогично будут и приватизироваться жилые комнаты в общежитиях. А если ведомство, на балансе которого находится общежитие, говорит, а я не хочу передавать? Ну, этим законом дано право органам местного самоуправления подавать соответствующие иски об принудительном передаче данных объектов в коммунальную собственность. А опять-таки, а если было приватизировано само предприятие и было приватизировано вместе с ним общежитие, а люди продолжают там жить? То есть, вы имеете в виду, что данное общежитие стало собственностью какого-то структуры. Если данная операция, то есть по приватизации, либо перехода права собственности к иному лицу вызывает сомнения в рамках закона, да, то дается возможность о признании недействительных таких сделок. При этом, ну, все скажут о том, что как же срок исковой давности? Да, если это было там 10 или 15 лет назад. Да, то предусматривается вот этим законопроектом внесение изменений в гражданский кодекс, который исключает срок исковой давности. По таким спорам отсутствует срок исковой давности. То есть, в любой момент, если будут основания для того, чтобы признать данную операцию, переходу из ведомственного общежития в частную, то можно оспаривать, подавать данный иск в судебные органы. Так, хорошо. Давайте теперь поговорим о том, что какие документы должен предоставить жилец этого общежития для того, чтобы, вот предположим, что общежитие перешло в коммунальную собственность, что им нужно иметь на руках. Ну, для жителя квартиры он получает ордер. А что получает, как он может доказать свое право на эту комнату? Ну, так как такие документы, как ордер, который предусмотрен этим законом и договор найма, не предусматривали, да, там, получение комнаты в общежитии, то данный закон как бы упорядовывает это. То есть, там говорится о том, что действие данного закона распространяется на граждан одиноких, которые не имеют другого жилья, да, и получили данную комнату при условии, что они состояли в трудовых отношениях, либо состоят в трудовых отношениях с предприятием. Вот тогда первоочередное, после перехода общежития в коммунальную собственность, орган, который будет заниматься этим вопросом, обязан заключить данные договора найма и выдать ордера. То есть, если я работала 10, там, 15, 20 лет на этом предприятии, мне выдали комнату, я вышла замуж, у меня родились дети, моя семья живет в этом общежитии, то есть, после передачи в коммунальную собственность от общежития, я могу претендовать на получение от города этого документа, на основании которого я смогу приватизировать свою квартиру. Я правильно поняла? Ну, не только даже предприятие, имеете право. Имею право, да. Конечно. То есть, имею полное право. Но при этом, я правильно поняла, я не должна где-то еще, то есть, использовать свое право на приватизацию, то есть, какую-то другую квартиру приватизировать. Да, то есть, у вас не должно быть другого жилья. То есть, здесь главным условием, что это единственное жилье ваше, и, как бы, нету в собственности иного жилья. Иного жилья. Так, хорошо. Какие еще должны быть выполнены там, какой срок, например, я должна прожить в общежитии для того, чтобы претендовать на жилье? Год, пять, десять? Законопроектом предусмотрено, как на украинском языке, трывалый час. То есть, и идет, как бы, расшифровка терминологии. И именно длительное время – это проживание пять и более лет. Пять и более лет. Ну, в принципе, я думаю, что большинство из тех, кто будет претендовать, наверное, прожили несколько больше даже. А вот, если говорить, например, об общежитиях, которые не попадают под действие этого закона, какие из них? Ну, понятно, студенческие. Там пять лет отучился, и как бы до свидания. А что еще? Совершенно верно. То есть, это студенческие, академии наук, кроме тех, которые относятся к семейному типу. То есть, они тоже подлежат приватизации. А также вооруженных сил Украины, или Министерство обороны, а также общежития воинских частей, учреждений, всех подразделений национальной гвардии, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины. То есть, можно сказать, что всех органов, которые относятся к правоохранительным, либо там военным, да, простым языком, то такие общежития не подлежат приватизации. Есть там исключения, кроме тех, которые не находятся на территории, например, воинских частей. То есть, возможно, есть такие общежития, которые за пределами, и там уже военнослужащие живут, может быть, даже те, которые ушли в отставку, там на пенсии. То, я думаю, что каждое общежитие будет рассматриваться индивидуально, потому что процесс перехода в коммунальную собственность, это тоже длительный процесс. Создается комиссия, которая изучает документы, которая все анализирует, составляется список жильцов, которые там проживают. Естественно, будут рассматриваться эти вопросы уже в процессе перевода и в процессе оформления документов. Наталья, скажите, пожалуйста, а как вот в случае приватизации будет рассчитываться площадь, которая подлежит приватизации? То есть, например, кухни там общие, там, я не знаю, спортзалы или еще какие-то подсобные помещения, будет ли иметь на них право жильцы общежития? Я думаю, что нет, будет только именно жилая комната. По крайней мере, это так, как говорено в законопроекте. Касаемо мест общего пользования, они таки останутся местами общего пользования. Просто будет не жилой дом, а статус таки останется как общежитие, но с собственностью комнат, которая будет находиться в собственности у граждан. Хочу еще сказать, что если вдруг, допустим, будут возникать какие-то спорные ситуации, 4 года, 11 месяцев или что-либо еще такого, и начнутся, естественно, споры, рассматриваемые в судах, то на этот период не имеют права отселять людей из общежития. То есть, введен мораторий на этом. То есть, если пока ведомство, например, спорит с городом передавать, не передавать, или жилет спорит, опять-таки, с тем же городом, имеет право или не имеет, то есть, весь период судебных разбирательств, они могут длиться годами, и он имеет право проживать в общежитии. Совершенно верно. На этой неделе правительство также приняло постановление об увеличении выплат разовой денежной помощи к 8 и 9 мая, предусмотренной законами Украины о статусе ветерана войны и гарантиях социальной защиты, а также о жертвах нацистских преследований, инвалидам, войны, участникам боевых действий, членам семей погибших, военных и жертв нацистских преследований. Это постановление предусматривает пересмотр выплат следующим категориям населения. Инвалидам войны первой группы вместо 2975 гривен выплатить 3500 гривен. Инвалидам войны второй группы вместо 2600 гривен выплатить 3100 гривен. Инвалидам войны третьей группы вместо 2310 гривен выплатить 2700 гривен. Участникам боевых действий вместо 920 гривен выплатить 1200 гривен. Членам семей погибших, а также некоторым категориям жертв нацистских преследований вместо 500 гривен выплатить 600. Участникам войны, бывшим узникам концлагерей, некоторым категориям вместо 400 гривен выплатить 500 гривен. Ну а Одесса всю неделю готовилась к празднику. Накануне 73-й годовщины освобождения от фашистских захватчиков в городе традиционно была возобновлена вахта памяти на Аллее Славы в парке Шевченко. Праздничные концерты прошли в театрах и парках города. Как это было, знают наши корреспонденты. Первый караул почетной вахты промаршировал по Аллее Славы к памятнику неизвестному матросу. Одесситы к мемориалу несли цветы, звучал гимн Украины. Минуты молчания почтили память героев. Большинство юных одесситов впервые заступили на вахту. Однако для каждого из них это необычайно почетно и важно, признаются школьники. Первый раз мне выпал этот шанс. Он выпал на наш класс. И я с радостью сразу согласился принимать участие в посту номер один. Для меня это большая честь, так как мой папа нес вахту и много вообще его друзей. И я с гордостью буду нести вахту, держать. Старт вахты памяти на посту номер один прошел в торжественной обстановке. В завершении церемонии в небо поднялись воздушные шары, цветов флагов страны и города. Более тысячи участников и сотни километров пути. В Одессе стартовала велосотка 2017. Велопробег в честь дня освобождения Одессы стал уже традиционным для нашего города. В его программе туристический переход – 100 километров за 24 часа. И велоралли – 100 километров за 10 часов по поясу славы. Перед стартом участники по традиции восложили цветы к памятнику неизвестному матросу. В этом году участников велопробега ожидали несколько новшеств. В частности, всех велосипедистов разделили на четыре категории, среди которых профессионалы, любители и участники на электробайках. Кроме того, в этом году вели автоматическую фиксацию прохождения спортсменами контрольных точек на маршруте. Данные списывали со специальных чипов, которые имелись у каждого участника пробега. Забота о ветеранах и детях той далекой войны сегодня в основном ложится на плечи не столько государства, сколько местных бюджетов. Запущенный процесс децентрализации расширил поле деятельности местных громад. Но в то же время остались нерешенными множество проблем, которые касаются объединения этих самых громад. На этой неделе в Одессе состоялся круглый стол по проблемам децентрализации и перспектив одесской агломерации. Его организаторами стали всеукраинская общественная организация «Институт гражданского общества» и НИИ «Проблем рынка». Сегодня у нас в студии заведующий отделом этого института доктор экономических наук Александр Лайко. Итак, Александр, процесс децентрализации в нашем государстве был запущен, если я не ошибаюсь, с 2015 года, когда вышел закон о добровольном объединении граждан. Прошло уже минимум полтора-два года и особой активности, в частности в Одесском регионе, не наблюдается. Все-таки, на ваш взгляд, в чем причина того, что этот процесс не столь активен? В чем причина конфликтов, которые возникают именно в процессе децентрализации? Где там риски? Да, значит, процесс был запущен с конца 2015 года. 2016 год считалось, что это будет таким ключевым годом, когда и состоится именно процесс добровольного объединения территориальных громад. Но, в общем-то, процесс оказался в Украине несколько саморегулируемый, в том числе и для Одесской области. Более активными оказались регионы все-таки Западной Украины. Вот, для примера, если посмотреть на сайт, посвященный вопросам децентрализации, то в Одесской области около 17 громад, значит, там, объединенных. И в перспективном плане, там, как бы не такая внушительная цифра, для Львовской области 88 громад. То есть, да, ну, на самом деле, самоорганизация населения более там высокая, скажем так, и желание к этому объединению исходило на этих территориях издавна. Почему? Вот что заставляет людей, давайте начнем с положительных моментов, что заставляет людей объединяться? Это какие-то небольшие села присоединяются к более крупным, там, где есть больше промышленности, там, где находятся социальные какие-то объекты или как? Ну, в общем-то, процесс такого добровольного объединения, оно должно быть добровольным. В основе, все-таки, должны лежать экономические интересы. Не столько административное деление, сколько экономические интересы, точки экономического роста. Необходимо таким образом объединяться, чтобы упрощать ведение хозяйственной деятельности, чтобы люди на этой территории могли, скажем так, быстро и комфортно добираться на работу, решить вопросы пересечения, значит, там, границ районов, чтобы, в общем-то, эта громада стала единым целым и административно было управлять, в общем-то, легче. Чтобы снять административные барьеры для экономического роста. Ага, то есть будет не несколько сельских громад, там, предположим, десяток, а будет одна, которая будет распределяться бюджетом. То есть я понимаю, что в основе всегда лежат деньги, коль мы говорим об экономике. Конечно же, да, конечно же, бюджет. Ну, и все-таки там остаются нерешенными и социальные вопросы. Вот такой вот момент получается, что добровольное объединение по закону должно как бы происходить, но такие вот вещи, как, в общем-то, стратегии развития таких вот поселений в будущем, таких громад, оценка их уровня самодостаточности, то есть то, насколько одна громада способна самостоятельно развиваться и формировать свой бюджет, а прилежащая, значит, территория, которая тоже войдет в громаду, насколько она способна, с какой точки зрения она будет эффективна. И таким образом должен быть организован этот подход, скажем так, он должен быть регулируем, чтобы не осталось аутсайдеров. Аутсайдеров. Кем регулируем? В общем-то, изначально это должно мягко регулироваться государством. Если есть закон такой, добровольное объединение громад, то должны быть, скажем так, и подзаконные акты, постановления, приказы, утвержденные, скажем так, Кабмином, в которых будет идти речь о том, как, собственно, осуществлять стратегирование развития. То есть как построить свой план на будущее, ну, это все очень просто. Как для человека, вот он, оканчивая школу, должен для себя наметить стратегию. Что он хочет? В какой институт пойти? Какую профессию для себя получить? Кем он будет дальше в жизни? Имея такой план, он добьется успеха. Ну, если судить по вашей аналогии, понимаете, в чем беда? Человек определяет для себя. Он один. А в том-то и дело. А в громадах есть разные люди, которые одни хотят, а другие не хотят. Голов много. Мне тоже. Да, вот в этой связи, конечно, можно привести такой положительный пример. На этой неделе прошел круглый стол, посвященный вопросам развития объединенных громад и вопросам развития городов, агломераций, организованный Институтом гражданского общества и нашим Институтом проблем рынка экономико-экологических исследований Академии наук Украины. В рамках этого проекта вот как бы мы озвучивали наш положительный опыт в том числе, когда мы проводили стратегические сессии с жителями сел, разработав подход к стратегированию. То есть, как это делать, как учесть экономические, социальные аспекты, какие интересные инвестиционные проекты есть, а что хотят люди, живущие на этой территории, что хочет бизнес, собрать их вместе. Вот давайте попробуем на пальцах. То есть, ну, предположим, вот мы берем, ну, не знаю, Болградский район там. Вот есть у вас винный завод, а есть вот рядом виноградники. То есть, в чем преимущество? Преимущество объединить все территории, да? Я так понимаю, то есть, приблизительно по такому принципу. Да, в общем-то, как пример, может быть и так, да. Может быть и так, чтобы упростить процессы доставки сырья, возможно, там отсутствует хорошая нормальная дорога. Объединившись вместе, они могут сгруппироваться своим бюджетом и построить эту дорогу уже вместе. Тогда будут сняты определенные как бы препятствия. Но, в общем-то, да, это вот такой вот аспект, но, создав такие громады, между ними необходимо тоже налаживать сотрудничество. Помогает этому уже принятый в Украине в 2015 году закон Украины о сотрудничестве объединенных территориальных громад, которые прописывают разные инструменты такого сотрудничества. Когда есть территории, как они могут между собой сотрудничать, не создавая какого-то, скажем так, целостного административного такого образования. То есть, я правильно поняла, то есть, закон о сотрудничестве позволяет не аккумулировать в одном центре власть, которая будет всем распоряжаться. Обязательно, да. А поселковые советы, например, сохраняются, и они уже решают, там, на каком-то общем вече, они собираются и решают проблему. Делать эту дорогу здесь или сегодня переложить средства, например, на другую? Примерно так. Ну да, это будут советы объединенных этих громад, и они могут, скажем так, собрав население, представители громады, могут решать эти вопросы и выбирать, как именно реализовать определенный проект, да, вот там, ту же дорогу построить. Они могут решить, то ли делегировать полномочия и финансовые ресурсы о какой-то громаде, через которую большая часть этой дороги проходит, то есть, как бы вот собраться все вместе, всем нужна дорога, но делегировать ей. Либо же создать какое-то коммунальное предприятие, либо же создать какой-то управляющий орган на добровольных основах. То есть, вот такие вот инструменты сотрудничества существуют. Александр, мы с вами все время говорим, как бы, о положительных моментах создания, но судя по количеству громад, созданных в Одессе, отрицательных моментов гораздо больше. И более того, я что-то не вижу, чтобы, например, там, я не знаю, там, Коминтерново, Вавидиополь или все остальные ближайшие регионы одесской агломерации, стремились бы вдруг объединиться с Одессой. Почему? Да, ну, скажем так, не то, что есть отрицательные моменты, есть определенные риски. Риски, риски. Во-первых, риск того, что мы объявили добровольное объединение громад, в общем-то, и, конечно же, наиболее, такие, скажем так, зажиточные громады, они уже между собой объединяются, потому что они находят точки соприкосновения, точки экономического роста. В них есть, и они создают. Это их интересы, и это объективный процесс. В общем-то, они стремятся к развитию. Так, почему мы тогда с Вавидиополем не объединяемся? Мы, в общем-то, ответ достаточно солидный. Давайте еще касаемся такого вопроса. Вот все же таки остаются и аутсайдеры, вот это вот есть определенный риск. И вот здесь необходимо, скажем, таким образом учитывать, вот как бы и проектировать вот этот план, значит, перспективный план развития вот области с учетом деления на громады и так стратегировать, чтобы, в общем-то, находить определенный интерес и у зажиточных громад к таким отсталым громадам. Все-таки, каким образом люди могут влиять? Вот конфликты-то, как правило, возникают на каких-то мелких, понимаете, ну, не знаю, детский садик. Детский садик они построили за свой счет, получается, с одной стороны, а им говорят, а давайте мы теперь его возьмем на баланс нашего, и наших детей туда поселим. Они говорят, зачем? Мы как бы для своих строили? Да, вопрос вот социальной инфраструктуры. Здесь определенные тоже такие риски есть, что, в общем-то, ранее они существовали, такие вот объекты и школы, и детские сады, и больницы, они существовали и на территории районов, на территории сел в некоторых случаях. Теперь при добровольном объединении громад возможен такой риск, что в некоторых селах они будут просто упразднены, сокращены, людям, в общем-то, дальше придется ездить. Это очень тяжелый вопрос, но, к сожалению, решать его возможно только за счет дополнительных источников каких-то бюджетных средств. Решением такого вопроса, если этот процесс регулировать, объединение громад, если цивилизованно к этому подходить, может быть, конечно же, такое объединение, если на сегодня государство не может содержать эти больницы, детские сады, школы, то, в общем-то, альтернативой может быть создание детского сада, больницы, но, скажем так, где-то ближе к центру объединенной громады. Это будет дальше, чем раньше это было, но в рамках выхода из такого тяжелого положения может быть построена хорошая дорога за счет того, что более бедная громада будет присоединена к более зажиточной, и, в общем-то, за счет такого контроля над исполнением договора о сотрудничестве может быть действительно построена качественная дорога, будут кареты скорой помощи, будет быстрая доставка больных. То есть вот такие вот случаи, но это все необходимо учитывать и просчитывать. Есть еще взаимоотношения, скажем так, богатых громад. Вот, допустим, проблема города Одесса, да, и близлежащих городов областного значения. Скажем так, вот тот же авангард, да, который у нас располагается... Практически в самом деле города. Да, довольно, да, зажиточная громада. Здесь необходим как бы толерантный подход. Если эта громада уже там создалась, если они не хотят, она экономически давно там уже сформировалась, если есть там рынок, всем известный, да, есть доход, здесь нужно искать положительные моменты. Если эта громада уже живет, то не нужно мешать ей развиваться, ведь они во всяком случае кушать не просят, они ведь наоборот развиваются и дают налоги. Это хорошее развитие территории. Насильственно их присоединить ни в коем случае нельзя, это большой риск. Почему они не хотят? То есть бюджетом делиться? Ну, вопрос такой, что, смотрите, с того, как запущена административно-территориальная реформа, процесс распределения бюджета немножко, сам механизм немножко изменился. 60% от налога на доходы физических лиц теперь остается в доходе вот именно самой этой громады, на этой территории, где этот налог был собран. Ну, скажу так, для сравнения, эта сумма довольно-таки внушительная. Даже для сел, ну, небольшого вот объема на севере Одесской области, в таком среднестатистическом селе, если сумма экологического сбора, сбора там за транспортные средства, налог с недвижимости будет составлять там порядка нескольких сотен тысяч гривен, то около 4-7 миллионов гривен будет составлять вот этот налог на доходы физлиц. То есть сумма несопоставимо большая. Конечно же, если это идет в доход самой громады, и город Авангард это получает свой доход, они могут сами оперативно распоряжаться этими деньгами и развивать свою инфраструктуру. Если они присоединятся к городу, конечно, они такие полномочия потеряют. Поэтому, как бы, насильственно воплощать вот в жизнь такую вот, как бы, вот перспективу, ну, я думаю, что совсем не стоит, потому что это большие риски. Вы знаете, просто все это очень напоминает перспективу создания УСМД. Когда был процесс запущен, как-то он очень был такой вяло текущий, потом государство решило в приказном порядке создать УСМД. Помните, поставили, что называется, такой дедлайн, когда должно было быть. Потом вынуждены были отменить, потому что даже несмотря на все какие-то преференции, якобы, которые получал, должно было получать УСМД, несмотря на то, что все ругали ЖЭКи, все равно люди побаиваются, побаиваются объединяться. Очевидно, это, наверное, боятся брать где-то ответственность на себя вот в такой непростой экономический период. Скажите, вот есть какой-то дедлайн в вопросе объединения, децентрализации громад. Что может в результате все-таки подвигнуть на вот такое вот выгодное, ну, вот вроде как, по вашим словам, это все-таки должно быть выгодное объединение. Да, оно должно быть выгодным. Скажем так, дедлайна, как такого не существует. Планировалось, что закон о добровольном объединении 2015 года, в 2016 все должно было состояться, но процесс не завершился. Сейчас такие же надежды возлагаются на год 2017. Ну, насколько это все состоится, как бы неизвестно, потому что все-таки процесс объединения добровольный. В общем-то, скажу еще, что существует еще один такой риск, поскольку в последнее время все больше звучит информация о проекте закона о городских агломерациях, который, в общем-то, принят. Суть в том, что, в общем-то, предлагается, что будут существовать города, как центры, крупные города, которые вокруг себя, близлежащие громады в виде сел, значит, населенных пунктов, городов областного значения, административно это все войдет в единую, скажем так, единицу. То есть в приказном порядке в этот раз. То, о чем вы как бы вот и сказали, да. Опять-таки, все боятся этого и, в общем-то, не хотят. Но, в общем-то, скажем так, по опыту и Одессы, Большой Одессы, Одесской агломерации, речь все-таки идет о том, что сотрудничать нужно все-таки в экономической плоскости. И агломерации, вот как, скажем, понятие Большой Одессы, это город Одесса, ну, по-хорошему, это, в общем-то, близлежащие города. Это, значит, Ильичевск, Черноморск, это город Южный, это Теплодар, это Авангард, это районы Видеопольский, Беляевский, значит, Лиманский бывший. То есть в перспективе их могут объединить в такую большую одесскую агломерацию? Да, Коминтерновскую. Но, в общем-то, агломерация, она уже сформировалась. Большая Одесса, она есть. Она есть объективно, она есть экономически. И так оно и должно быть. Поэтому, чтобы помочь ей развиваться, все-таки стоит обратить внимание на вот этот вот закон об инструментах, как бы, сотрудничества таких территориальных громад. К сожалению, почему-то вот за время существования этого закона эти инструменты не реализуются в Украине. Нету практик такой реализации. Все-таки здесь, как вот многие эксперты, так вот выражают такое мнение, что к этому как бы надо прийти и дорасти к этому. Должна быть определенная психологическая готовность к этому. Если смотреть на опыт близлежащих стран, Польша, вот Франция, как известная страна, где очень много агломераций, как бы как классика этого процесса, то там в первую очередь работают инструменты экономического сотрудничества. То есть договоры. Все на добровольной основе. Вот такой была прошедшая неделя в Одессе и в Украине. Я прощаюсь с вами до следующего воскресенья. С вами была Елена Астрахович. Мира и добра всем нам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин